Санна Сью, Тень Драконьего Принца Глава первая Могучие бога грома и молнии, госпожа Санса, вы чего же это разлеглись на полу? Да ещё и в таком виде! И донёсся откуда-то издалека полный патетики визгливый женский голос, который привёл меня в чувства. Задумалась. Женщина задала серьёзный вопрос. Интересно, к кому? А ещё и интересно, почему я тоже валяюсь на полу? И это точно он, потому что поверхность жёсткая и ровная, вместе с неведомой санкцией. Где мы? Попробовала пошевелиться. Получилось. Никто не удерживает. Я на представлении в независимом театре, что ли? Да нет, с чего бы мне спать в театре, если я туда вообще не собиралась. Да и играют вон как экспрессивно. Вряд ли бы я заснула. Тут что-то другое. Попыталась открыть глаза, но яркий свет резанул по ним так, что я зажмурилась до слёз. «Да что со мной?» «Ох, неужели открылась полученная на турнире рана?» — запаниковала та же самая громкогласная женщина. С кем она интересно разговаривает? «Хотя нет, неинтересно. Турниры, раны — это точно не моё. Куда интереснее, почему меня никто не спешит поднять. Мне же тоже нужна помощь». «Ммм...» — попыталась я привлечь к себе внимание и пошевелилась. Пусть бы хоть посадили, а там я, может, и глаза открою, а затем и вспомню, что произошло. «Ох, неужели заговор против короны? Ужас какой! Педро! 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 Позови срочно сюда господина! Похоже, победа на турнире теней далась госпоже Сансе страшной ценой!» Я чётко расслышала удаляющийся топот, а потом на меня всё же обратили внимание. Крепкие женские руки подняли и привалили к чему-то мягкому. «Госпожа Санса, вы же такая сильная, такая выносливая! Вы победили всех соперниц, а та магическая булава лишь вас слегка задела. Вы же лучше всех теней освоили эмпатию, поэтому наш дорогой принц выбрал вас своей верной спутницей. А что теперь? Как же так? Ну, очинитесь же!» Можно было и дальше думать, что весь этот бред говорят не мне, если бы тётенька не трясла за плечи и не выплёвывала слова прямо в лицо, обволакивая ароматом пирожков с капустой. А уж когда она легонько шлёпнула меня по щеке, притворяться стало совсем невозможно, и я распахнула глаза. «Кто? Я?» — завопила, что есть мочи, и тут же умолкла. На самом деле, язык и так стремился выкрикивать односложные вопросы типа «Эмпатию? Победила? Теней? Магической? Булавы?» Но я его вовремя прикусила, потому что голос, который вырвался из моего рта, показался мне чужим. Да и женщина с высокой прической, наряженная в костюм домоработницы, как из исторических фильмов, конструктивной беседе не располагала. Я решила оглядеться. Начала с обстановки, и она тоже не радовала. С моего места было видно только красный ковёр с длинным ворсом и замысловатым орнаментом, резную деревянную дверь, синие парчёвые шторы, старинное трюмо с огромным зеркалом и пуф. Мда, в этом месте я точно впервые в жизни. Решила оглянуться на себя, ну, во что одета. Может, тогда припомню, как оказалось на костюмированной вечеринке в огромной чужой спальне. Но тут меня ждал удар. Тело, которое сидело на что-то, опираясь и вмещало в себя моё сознание, тоже оказалось не моё. Я наткнулась на тоненькую руку, перевела взгляд на ноги, там вообще беда, изящные щиколотки с аккуратными коленями, и поняла, мне конец. Случилось что-то явно выходящее за рамки нормального. Мамочки, от ужаса я буквально взлетела с пола с такой лёгкостью, какая моему родному телу, довольно упитанному, была недоступна. А вот это, чужое, с длинными ногами и тонкими руками, справилась с задачей запросто. И даже довольно объёмная грудь не помешала ему принять вертикальное положение. Я хотела метнуться к зеркалу, чтобы убедиться, что я не я, но распахнулась дверь, и в неё стремительно вошёл представительный мужчина в тёмно-синем костюме, расшитом серебром. Я застыла на месте. «Санса, дочь моя, что случилось? Только не говори, что ты взялась за старое». Вот я бы тоже хотела это узнать, папа неведомый Санса. Но почему-то от вашего тона и грозного вида поделиться своими подозрениями о переселении моей души в чужое тело с желаниями не возникло. «Просто потеряла сознание», — пробурчала я. «Варис, его высочество приехал». Следом в комнату протиснулась красивая женщина в длинном и тоже синим серебром платье. «Некогда разбираться. Он сказал, что торопится, и ему нужна только его тень. Педро, хватай вещи и неси в бурелёт его грозности. Мирта, а ты чего стоишь, глазами хлопаешь? Одевай госпожу, пока нам всем от драконьего наследника не досталось». «От драконьего наследника? А можно я ещё в обмороке полежу? Может, когда очнусь в следующий раз, это всё пройдёт?» Но удача от меня отвернулась. Спасительное забытьё не пришло. Зато пришла деловая Мирта и женщина в дорогом наряде. Та, что изображала служанку, выхватила из гардероба брючный костюм уже привычного тёмно-синего цвета с серебряной вышивкой, серебристую блузу и двинулась на меня. А та, что, судя по всему, являлась госпожой, принялась выговаривать мне противным голосом. «Санса, неблагодарная ты, девчонка. Мы столько денег вложили в твоё обучение. Лучших преподавателей по развитию эмпатии и ментального дара нанимали. Отец весь в долгах. Я думала, ты выбросила из головы этого мальчишку, графа Михаля, раз выиграла отбор. А сейчас что, саботаж? Да откуда ж мне знать, что там ваша Санса учудила и почему я вместо неё? Я вообще в шоке и одеваюсь на чистом автомате. Рубашка, кстати, приятная к телу такая, а брюки хорошенько обтянули Сансин зад. Никак не могу понять, что у них тут за нравы царят. Я же сказала, что просто упала в обморок», — повторила. «Нечего истерить». Обе тётеньки уставились на меня, разюнув у рты, а потом нарядная набрала в грудь воздуха и как заорёт. «Ты как с матерью разговариваешь? Это что ещё за новости?» Тень безропотна, услужлива и всегда на стороне интересов господина. Она никогда не хамит старшим родственникам. А это что ещё за дерзость? С каких пор ты забыла главный постулат и позволяешь себе огрызаться? «Или ты решила, что его грозность, чейн-блад принц буреносный, услышит, какие гадости мелет твой язык и выберет другую тень?» Мать Санса зажала рот руками, явно испугавшись своей догадки, а потом заговорила совсем другим тоном. «Санса, доченька, приди в себя. Не делай этого. Надо потерпеть всего каких-то шесть месяцев, а потом тебя ждут свобода и богатство. Замуж за кого хочешь выйдешь, клянусь. Мы с отцом и слова не скажем». Я совсем запуталась. Кто я? Куда и с кем меня отправляют? А главное, есть ли вариант вернуть меня домой, в своё тело? Пусть их Санса сама со всем разбирается. «Ну что вы там готовы? Его грозность злой, как голодный дракон». В комнату опять вломился папаша. К этому времени я уже оделась и обулась, только в зеркало на себя посмотреть не успела, потому что меня вытолкали в коридор натурального замка. Нехило они тут концы с концами еле сводят. Мы прошли быстрым шагом по устельным ковромми дорожками коридором до высокой мраморной лестницы, спустились в огромный холл с массивной хрустальной люстрой и вышли на крыльцо. Высокая и мраморная, конечно. У подножия лестницы стояла странная машина без колёс, а рядом с ней и правда метался злющий красавчик. Брюнет, косая сажень в плечах, ходил туда-сюда, агрессивно бил перчатками по ладони и кривил недовольную рожу, искоса поглядывая на нас. «Ваша грозность, простите за заминку!» начала лебезить мать Сансы, даже не до конца спустившись с крыльца. «А ещё меня локтем в бок пихнуло. А я что? Я даже всех его имён и титулов не запомнила. Вдруг что-то не то скажу. И вообще, сама же недалее как пять минут назад говорила, что я должна быть безропотной и тихой. В общем, я этому драконьему принцу просто мило улыбнулась. Ну, надеюсь, что мило. Я же Сансу так и не увидела. Кто знает, может, она страшна, как смертный грех, а улыбка на оскал похожа. По реакции принца не понять. Он выражение лица не изменил. «Садись в бурелёт да поскорее. Опаздываем. Только и бросил, проигнорировав извинения и поклоны хозяев замка. И мне не оставалось ничего другого, как послушно выполнить распоряжение. Почему-то казалось, что этот молодой человек запросто свернёт мне шею, если посмею его задерживать. К счастью, дверь его машины открылась обычным способом — нажатием на ручку. А салон напоминал привычный для автомобилей премиум-класс. Разве что приборной панели не было и рычага для переключения скоростей. Зато был руль. Села и задумалась, что делать дальше. Положение моё казалось настолько фантастическим, что я не представляла, как из него выбираться. Тем временем принц уселся рядом, повернул какие-то рычажки на руле, и у машины выросли крылья. Мы стремительно рванули ввысь. Я совершенно случайно от неожиданности заверещала и вцепилась одной рукой в своё кресло, а другой в принца. «Кто ты такая? И где моя тень с Санта-Таури?» резанул холодом вопрос. А я и не подумала пугаться. Я обрадовалась. «Ну надо же, как скоренько всё разрешилось. И не придётся ломать голову, что делать. Принц-то всяко быстрее меня придумает». «Понятия не имею», — призналась я. «Очнулась минут тридцать назад. Сама не знаю, где». «Из какого ты герцогства? Как зовут? Способности?» Продолжил пытать нелюбезный мужчина. «Похоже, я должна объяснить ему понятнее, а то он, наверное, думает, что я местная. Меня зовут Алиса Репина. Я вообще не из герцогства. Я из России. Это на земле. Боюсь, я вовсе не из вашего мира». Дракон отнял руку от руля и, стремительно её выбросив, ухватил меня за шею. Я вцепилась в его здоровенную клешню двумя тоненькими ручонками Санса и захрипела. «Совсем уже? Ты что делаешь? У вас тут принято убивать невинных девушек?» Водка ослабла, и взгляд агрессора сделался задумчивым. «Не врёшь. И вправду напугана, растеряна и близка к истерике». Вынес вердикт принца и убрал руку с моего горла обратно на руль. «Но это точно заговор. Они думают, я не полечу в академию, если пойму, что ты не тень, или надеются на мой срыв, если я посмею явиться с тобой в качестве тени». «Вот зачем мне эта информация?» «Прости, я не знаю, как тебя зовут», — прервала я ворчливо его размышления. «Всего это очень интересно, но только непонятно. Давай ты порассуждаешь над заговором, когда вернёшь меня в моё тело». Принц как-то зловеще расхохотался, и я поняла, не вернёт. «Пока это сделать невозможно. У меня нет с собой нужного артефакта. А если мы сейчас вернёмся во дворец, я опоздаю в академию. А этого никак нельзя допустить. Так что запомни, ко мне обращаться, его грозность, Чейен, Блад, принц, буреносный. А ты моя тень, Санса Таури, графиня Вуалити. Мы летим в академию, где пройдёт полугодичный курс координации общения всех наследников. Он собирается раз в сотню лет, и мне никак нельзя его пропустить, иначе не допустят на престол. Поняла? «Сотню лет? Раз в столетие?» «Конечно, нет», — возмутилась я. «Бронхоэктаз базальных сегментов, понял?» «Чего?» — похлопал пушистыми ресницами, взглянув на меня принц. «Ничего», — отрезала. «Я массажистом в лёгочном санатории работаю, а о чём ведёшь речь ты, не имею понятия». «Вообще, если честно, кое-что я всё же поняла. Принц летит учиться ладить с другими наследниками, но кто-то решил ему нагадить и вывел из строя его тень. Не поняла только, почему я сейчас не бьюсь в истерике, подозревая себя в сумасшествии, а так легко принимаю факт своего попаданства. И зачем ему вообще нужна тень? Что она должна делать? Ладно, начнём с самого начала. Надеюсь, ты достаточно сообразительная, чтобы понять. Придётся играть по моим правилам, если хочешь выжить и вернуться домой». Домой я очень хотела. А обещание, прозвучавшее в словах принца, дарило надежду, поэтому я приготовилась играть по чьим угодно правилам. «Ну, до определённого предела». «Слушаю. Только сразу говорю. Убивать или становиться твоей постельной грелкой я отказываюсь. У меня парень есть». Произнесла последнюю фразу и тут же всё вспомнила, что было до того, как я потеряла сознание в своём мире. Голова вторая. Бурелёт летел над облаками, и рассматривать в окно было совершенно нечего. Кругом белая мгла. Зато в такой обстановке воспоминания обрастали мельчайшими подробностями, и я пялилась в неё, не отрываясь, пока принц не потерял терпение. «Ты там что, смиряешься с неизбежностью, или хочешь мне что-то рассказать, но слов не находишь?» Я вздохнула. Строго говоря, Андрей Волков не был моим парнем, но он мне нравился, и я ему вроде бы тоже. Во всяком случае, он пригласил меня в кино, куда мы отправились. Я несколько часов провела перед зеркалом, сделала укладку и вечерний макияж, потому что была полна надежды. После фильма мы поцелуемся на прощание и станем официально встречаться. Но до моего дома мы не дошли, а обсудить успели только сюжет фильма. Разумеется, эти подробности и его грозности я раскрывать не стала, убитым тоном сказала важное. Мы шли с моим парнем по аллее, разговаривая о любви и будущей свадьбе, когда резко погасили все фонари, а глаза Андрея засветились красным светом. От ужасных воспоминаний волоски встали дыбом. Я собиралась закричать и побежать, но Андрей шлёпнул меня ладонью по лбу, и я отключилась. Очень хорошо вспомнилось выражение лица Андрея, с которым он меня шлёпнул. При свете луны его кривая ухмылка выглядела особенно зловеще. Мне даже показалось, что у него клыки увеличились и блеснули неестественной белизной. А ведь так хорошо вечер начинался. Волков весь фильм меня за руку держал. Всхлепнула невольно. «Давно его знаешь? Вы были близки?» На его теле была метка. Ровный, алый круг размером с имперский пятак. Опять вздохнула тяжко и плакать передумала. «Вон, людям ещё хуже. С наследником, подданным этого драконьего царства, явно не повезло. Нет, внешне он очень даже красивый. Глаза изумрудные, длинные ресницы, прямой ровный нос, волевой подбородок и выразительные губы. Кривит он их знатно. Но соображает принц туго. Какой ещё имперский пятак? Хотя то, что я не знаю размер имперского пятака, по сути, вообще не важно. Голым я Андрея, к сожалению, не видела, а на открытых участках кожи ничего, напоминавшего какую-то метку, не замечала. «Я порядочная девушка», — показательно возмутилась, съехав с темы. «А о чём говорит эта метка?» «О том, что тело занял кто-то другой. Кстати, где твоя? Надо спрятать». «Так-так-так, тело Андрея занял кто-то другой? Так, может, ещё не всё потеряно? Я запросто прощу ему тот шлепок по лбу, если выяснится, что его мне отвесил не он. Лишь бы только домой вернуться. У меня там родители, новенькая квартира и любовь зарождается. Понятия не имею. Я очнулась за пять минут до того, как ты явился. И, судя по тому, что никто из помогавших мне одеваться, про метку эту не кричал, на видных местах её нет». «Или всё сложнее. И заговор готовили долго, поэтому потрудились найти параллельную ипостась Сансетаури. В итоге метка скрыта. Доберёмся до Академии и поищем её». Опять он говорил загадками, и я была вынуждена уточнить. Что за параллельная ипостась? «Двойник. Одинаковый набор всех исходных данных. Такие встречаются во всех мирах. Только таких можно поменять местами навсегда, а если переселять душу в какое попало тело, она там не приживётся и вернётся обратно через пару дней». «Ужас, конечно. Но ура!» «Мимо». Я с облегчением откинулась на спинку кресла. «Фух, пару дней, и я буду дома». «А, это вряд ли», — отмахнулась беззаботно. «Это тело точно на моё не похоже. Лица я пока не видела, но комплекция не моя». «Возьми зеркало в боковом кармане». Распорядился принц, вообще моими словами не впечатлённый. «О, ну, наконец-то». Я поспешила развернуться к двери машины, чтобы исследовать кожаный карман. Любопытство разбирала. Вытащила довольно большое зеркало на длинной золотистой ручке, переходящей в оправу, и поднесла к лицу. «А там?» «Это же я!» «Я, только другая!» — завопила, разглядывая в зеркало вылитую себя. Только похудевшую килограмм на двадцать и изменившую прическу. Вместо пухлых румяных щёк меня встретили красиво очерченные скулы, большие синие глаза и никакого второго подбородка. А вместо каштанового коре — высокая прическа из длинных сиреневых волос. «Хм, а я красотка. Вернусь, сяду на диету и обязательно покрашу волосы в такой цвет. Андрей в обморок упадёт». «Так, стоп. Получается, сама собой я не вернусь?» Я поникла. «Ну, в принципе, этого и стоило ожидать». Вообще не удивился дракон. Заговорщики готовились основательно. «Сделали всё, чтобы чужая душа прижилась в теле тени, и я не смог тебя поменять под благовидным предлогом». А вот этот поворот мне совсем не понравился. Я развернулась к принцу всем корпусом. «Минуточку. А разве же такая подтасовка не благовидный предлог? Скажи, что враги поменяли наши с твоей тенью души и потребуй, чтобы меня вернули домой». Машина сделала разворот и плавно пошла на снижение. Как он понял, что пора приземляться? Не видно же ничего. «Не выйдет». Безразлично пожал плечами принц. «Во-первых, переселять душа запрещено. И я обязан был сдать тебя во дворец на опыт и немедля, как только узнал о преступлении. А если бы я это сделал, то опоздал бы в академию. Во-вторых, мне надо знать, кто сплёл этот заговор. Наверняка за нами будут в академии наблюдать и пытаться спровоцировать на раскрытие. Поэтому ты останешься со мной, но притворимся, что я о попаданстве не знаю». «Красавчик просто. Придумал он уже всё. У меня слов не было». Сделала три глубоких вдоха, чтобы их подобрать. «Уважаемый принц, повторяюсь. Я массажистка. Я не какая-то там тень». Заговорила медленно, проговаривая каждое слово, пытаясь донести до него суть. «Я чужая в вашем мире и понятия не имею, какие обязанности выполняют тени». Ах, да, забыл просветить. Тень — это самое главное условие для поступления на курс. Все наследники великих династий, драконы, демоны, оборотни, вампиры, орки, маги, эльфы, хоть тёмные, хоть светлые, обладают скверными характерами и огромной силой. Поэтому взаимодействовать друг с другом во время обучения мы должны только через свои тени. Тени — это наше более слабое продолжение, которое постоянно находится рядом. Благодаря своему дару они могут предугадать наши желания и исполнять их, предотвращая срывы. Ну а если что, тень несёт наказание за господина». «Ну зашибись. Я просто задохнулась от возмущения». «Знаешь что, Чейнблад, выдохнула, когда вернула дар речи. Никогда даже не пробуй заниматься рекламой. Это не твоё. Ты меня ни разу не заинтересовал в своём проекте. Предупреждаю. Как только мы прилетим, я сразу всем расскажу, что попаданка. Пусть меня исследуют, да и отправляют обратно. А на твои проблемы мне плевать». Драконий принц вообще не обиделся, только плечами снова пожал. «А кто сказал, что они отправят тебя обратно?» Совершенно равнодушно поинтересовался его грузность. «Это я могу. В награду за верную службу. А они не станут. Сначала из тебя беспощадно вытрясут знания. Все-все, даже те, которые ты забыла. Они ведь пригодятся учёным нашего мира. И щадить твой разум никто не станет. А затем тот овощ, который от тебя останется, убьют, чтоб не мучился. Так что хорошо подумай, прежде чем о себе заявлять». Я вцепилась в кресло обеими руками, закусила губу и часто-часто заморгала, чтобы не разреветься. Мне оставалось не больше минуты, чтобы хорошо подумать. Мы стремительно приближались к замковым сооружениям, спрятанным за высокой крепостной стеной. «Глаза в пол, молчи, никому не отвечай». От меня ни на шаг. Инструктировал меня грозность, очень грозно, пока бурелёт опускался на серые гранитные плиты, пусть будет академической парковки. Там уже много таких машин стояло. Сделаем вид, что я не давал тебе команды работать, а инструктаж продолжим в апартаментах. Сразу захотелось задать много вопросов. К примеру, он всерьёз думает, что я начну работать, как только он такую команду даст? Нет, даже не так. Он думает, я смогу работать? Наивный. Но спросить я ничего не успела, потому что машина наша плавно приземлилась между двумя другими, чем-то похожими, но всё же иными, а к нам навстречу уже спешила троица представительных господ в алых мантиях и чудных головных уборах. Двое мужчин и одна женщина. «Глаза в пол», — рявкнул дракон, и я заподозрила, что он и вправду животное, а не просто имеет такой красивый титул. Хотя почему для меня это открытие? Он же говорил про оборотней, вампиров, эльфов и других. Это ничего, что магии я пока никакой не видела, разве что летающая машина, да и то не факт, что она передвигается с помощью магии. Я о прогрессе в их мире не осведомлена. Они вон из всех попаданцев знания выжимают. А вдруг тут на самом деле живут сказочные расы и есть колдовство? А вдруг он и реально может обращаться в огромную рептилию? Похолодела. Алиса, да ты идиотка! Видимо, Андрей сильно по лбу врезал. Захотелось стукнуть себя ещё раз, чтобы мозги на место встали. Конечно же, тут есть магия. А как бы иначе меня переселили в это тело? Руки затряслись и нижняя губа тоже. Но на самом деле, где-то в глубине души мелькнуло и облегчение. Ну вот же, вот, нормальная шоковая реакция. Тупить! А то я уже себя начала подозревать в серьёзных нарушениях нервной системы. Дракон открыл дверь и вышел. Я сделала то же самое. Смотрела исключительно на гранитные плиты и разглядела лишь острые носки женских туфель и тупые мужских ботинок. «Ваша грозность, принц буреносный, добро пожаловать в Академию высших магов на курс взаимодействия наследников», заговорил один из мужчин глубоким басом. «Я ректор Маркус Штормнесущий. Это декан Луис Светлородный и куратор Ронда Старательная. Вы прибыли как раз вовремя. Купол закрывается. Можете пройти в свои апартаменты. Ронда вас проводит». «Благодарю, ректор Штормнесущий. Но не буду отвлекать. Я помню, где находятся апартаменты моей семьи». «Что ж, отлично. Увидимся за ужином в большой столовой. Я произнесу вводную речь для прибывших наследников», сообщил ректор, и тут же чужая обувь отчалила из поля моего зрения. «Иди сюда, Санса. Вещи сами себя не отнесут». Раздался откуда-то сзади голос принца. Я резко обернулась. Грозность стояла у раскрытого багажника и не улыбался. Выходит, не шутил. «Тени, они прислуга? Носильщики, уборщики и всё такое?» спросила, подозрительно сощурившись. «Тени — это всё сразу. Они нужны, чтобы делать вещи, которые их хозяевам не по статусу. Ну и чуточку больше. Это те, кто молча исполняет любые желания хозяина. И чаще всего тени их предугадывают, а не дожидаются приказа». «Надо же, как тебе не повезло!» покачала я головой с приторным сочувствием в голосе. «Мало того, что я не умею предугадывать желания, так ещё и учиться не собираюсь. Но так как выбора у меня нет, на людях я так и быть буду послушной. И сумки твои дотащу, не переломлюсь. Но заруби себе на носу, принц. Наедине!» Я сделала многозначительную паузу и просверлила буреносного взглядом. «Даже не думай мной командовать и на что-то надеяться». С крайне недовольным видом я прошествовала к багажнику и постаралась не выругаться, как грузчик, обнаружив там целую прорву сумок. Аж пять штук. Принц же на мою тираду снова не обиделся. Он стоял, держась одной рукой за крышку багажника, и ехидно улыбался. «Вот гад! Мог бы хоть на землю шмотки своей выставить. Хотя какой мне от этого прок, я всё равно не дотащу сразу пять этих огромных баулов». Ладно, решила сначала вытащить по одному, а там, может, его грозности надоест улыбаться. И он подскажет, как мне всё это переть. Наверняка где-то поблизости прячется тележка. Взялась за ручки первой, самой крайней сумки. И тут небо на миг потемнело, потом вспыхнуло радугой, а потом стало просто солнечным, хотя до этого хмурилось. «Всё, академию закрыли куполом. Теперь так просто сюда не попасть и отсюда не выбраться», — пояснил принц, заметив мой удивлённый взгляд. «Пошевеливайся, нам до ужина надо разместиться и многое обговорить». Я поднажала, силой дёрнула сумку на себя и шлёпнулась на задницу. Вес у баула оказался мизерный. Но самое обидное, что буреносный это предвидел и ждал, а теперь заливался задорным смехом, демонстрируя ямочки на щеках. «Сколько этому козлу лет? Я думала, около тридцати, так он примерно выглядел. А по уровню забав, как есть подросток в пубертате». Злость затмила разум. «Слышь ты, ящерица венценосная!» Зашипела я, не в силах удержаться. «Есть у меня такой небольшой недостаток, когда в ярости за выражениями не слежу. Я даже побить могу, если сильно выведут. Мы с тобой в одной лодке, придурок. Если собираешься со мной воевать, останешься тут вообще без моей помощи». Принц выхватил из багажника оставшиеся четыре сумки одновременно, силой плюхнул их по обе стороны от меня, заставив сжаться, а затем резко присел передо мной и уставился нагоняющими страх изумрудными глазами с вытянувшимися в нитки зрачками. «Кажется, жить мне осталось недолго». «Послушай меня внимательно, самоубийца из чужого мира. Я больше повторять не буду». Зловеще прошипел его грозность. «Хочешь вернуться домой? Играешь по моим правилам и не огрызаешься. Не хочешь? Вперёд! Догони ректора и расскажи, кто ты есть. Я расстроюсь, конечно, что обучение придётся отложить ещё на столетие, но переживу. А вот ты вряд ли». «Блин, да знаю я, знаю. Реакция у меня такая на стресс и агрессию. Кто-то в ступор впадает, кто-то плачет, а я вот зеркалю и пытаюсь ударить в ответ. Не всегда удаётся себя контролировать». Устыдилась, но взгляд от жутких зрачков принца не отвела, хотя постаралась ответить спокойно. «Ты мог мне сказать, что сумки лёгкие, а не стоять и ждать моего падения, чтобы посмеяться?» «Не мог», — отрезал его противность. «С чего бы мне это делать, если такое не свойственно моей натуре? Драконам плевать на мелкие проблемки людей, а уж наследникам и подавно. Наши мысли заняты глобальным». «О, как это знакомо! Если бы кто-то увидел со стороны мою о тебе заботу...» На этих словах мерзавец поморщился, как будто съел лимон. Сразу бы заподозрил неладное. «А сейчас наблюдатели думают, что я гневаюсь, так что хватай сумки и иди за мной, глаза в пол. Ну, в случае, если не собираешься догонять ректора, конечно». «Не собираюсь». Я вынуждена была сдаться. Встала, сгребла сумки и пошагала за драконом, как он и велел, не поднимая глаз. К сожалению, по этой причине разглядеть окрестности не представлялось возможным. Все, что я про академию поняла – дороги, дорожки и аллеи – у них сделаны на совесть. Ни единой трещинки или бугорка не встретила, пока ковыляла. А здание, в котором расположились апартаменты его гадства, оказалось деревянным, начиная от ступеней крыльца, двери и пола в холле, заканчивая стенами. Вообще, по дороге я поймала себя на мысли, что радует отсутствие явного иномирья. Земля, трава, каменные плиты и деревья – всё было привычным. А ещё радовало, что мы никого не встретили, и мне не пришлось мучительно думать, как реагировать. «Всё, можешь поставить сумки и поднять глаза, мы пришли». Дал мне вольную дракон, и я, наконец, огляделась. Мы оказались в двухэтажном добротном коттедже, в котором без труда могла бы разместиться большая семья или толпа охотников. Почему-то у меня возникла стойкая ассоциация с королевским охотничьим домиком, какими их показывают в фильмах. Может быть, потому что над высоким камином, который обнаружился за двустворчатыми дверями гостиной, висела огромная кабанья голова с жуткими бивнями и злющими красными глазами. Ещё медвежья шкура перед ним тоже наталкивала на мысли об охоте, а чучела волка, оскалившаяся из-за угла, вообще не оставляла вариантов. «Жуткое место», — честно сказала я, что думаю об обстановке. «Прекрасный дизайн», — не согласился со мной хозяин. «Отлично морализует оборотней». «А для вампиров у меня есть коллекция осиновых кольев от лучшего столера Драхарги». Его гадство махнул рукой в сторону дальней стены, которую украшал частокол из украшенных искусной резьбой палок. «Я думала, это кие для бильярда», — протянула. «А ты меньше думай. И вообще принеси сюда мои сумки». Почему-то обиделся принц. «Сам принеси. Мы тут вдвоём, и никто тебя за неподобающими действиями не застанет. Тем более я не имею понятия, какие из тех сумок твои, а какие мои». Его грозность шумно выпустил воздух сквозь зубы, закатил глаза и сходил в холл за всеми пятью сумками. «Могла бы догадаться, что три тёмно-зелёных с золотой короной мои, а две синих с серебром твои», — проворчал он, ставя багаж на ковёр. «Могла бы», — с готовностью согласилась. «Но только ты велел мне меньше думать. Забыл?» Принц ухмыльнулся недобро. «Слушай, у тебя троллей в роду не было? Характер у тебя точно от них». «Нет в нашем мире троллей. И драконов, и магии тоже нет. У нас живут только люди, и они неприучны служить сказочным персонажем. Мы свободные и независимые личности. Так что тебе не стоит ждать от меня слишком многого. Я бы с удовольствием тебе угождала, считывая малейшие желания, но, к твоему сожалению, не умею». Я притворно вздохнула и сделала виноватые глаза. «Правда, не уверена, получилось ли». «Ну, это мы ещё посмотрим. Да, раскроем и будешь считывать, как миленькая. У меня и не такие делались шёлковыми». Пригрозил принц и полез в боковой карман одной из сумок. А вытащил он из него натуральный ноутбук. От удивления я села на мягкий диван, стоящий посреди гостиной. Может, я не в другом мире, а в каком-то невероятном шоу? Бывает ведь такое. Я прекрасно помню фильм, где герой с самого рождения рос в искусственно созданном городе, а его жизнь показывали по телевизору. Может, я месяц в коме лежала и поэтому похудела, а мышцы не атрофировались, потому что их качали при помощи аппаратов. Мысли заскользили в этом спасительном направлении, пытаясь зацепиться за какие-то совсем дурацкие возможности, найти доказательства, что я всё же не в сказку попала, а осталась в своём мире. Правда, следующим своим действием принц все потуги моего мозга свёл на нет. Его грозность не стал включать свой гаджет при помощи кнопок или проводов с розетками. Он махнул в его сторону рукой, и экран ожил, а я потухла. В общем, смотри, выхода в глобальную сеть из Академии нет, и связи тоже, только по заявлению и разрешению ректора. Поэтому я познакомлю тебя с нашим миром при помощи того, что есть во внутренней сети. Так-так, он полистал файлы. Вот, есть география для первокурсников. Принц уселся рядом и поставил свой ноут мне на колени. С экрана на меня смотрела обычная карта мира с привычными континентами, морями и океанами, но с непривычным разделением на страны и их названиями. Аркастан, Драконья Империя, Вурдалакия, Альфа-Союз Свободных Кланов, Троляндия, Объединенные Эльфийские Ветви, Соединенные Княжества Вольных, Людское Королевство. Это самые крупные, которые бросились в глаза, но были еще и мелкие государства с мудреными названиями, которые я ни в жизнь к ужину не запомню. «А где мы сейчас?» — обалдела спросила, потеряв переносицу для активации мыслительного процесса. Вот тут. Его грозность Чейнблад опять послал магию в экран, и на карте начала увеличиваться точка, где на земных картах располагалась Испания. В этом же мире место называлось Нейтрино. Удивительно, но я умела читать. Здесь расположены все международные организации и учебные заведения. Здесь проходят все саммиты, переговоры и заседания Объединенного Мирового Парламента. «Типа общей нейтральной территории?» — уточнила я. «Да. Но это сейчас не так важно», — отмахнулся дракон. «Все равно нас полгода никто из-за купола не выпустит. Идем дальше. Драконья империя, наследником которой я являюсь, самое сильное и большое государство нашего мира. Поэтому многим стоит костью в горле. Именно поэтому меня пытаются подставить и выбросить из большой игры. Отец в преклонном возрасте, ему уже девять сотен, и давно мечтает стать небесным драконом». «Боже, боже, девять сотен! Почти тысячелетия!» «Но если я не пройду этот курс, ему придется править еще сотню лет, что плохо скажется на развитии империи. Правителя и в девять сот уже мало волнует прогресс. Чем дальше, тем хуже». «Я понимаю всю глубину твоей проблемы, честно», — вздохнув, созналась. «Вот только очень сомневаюсь, что смогу тебе помочь. Боюсь, враги все правильно рассчитали. У меня нет магии, я не смогу быть тебе полезной». «Ничего подобного», — возмутился дракон. «Есть у тебя магия. Знаний нет, согласен. А исходные данные есть. Я же уже говорил, что ты полная копия санкции, а значит, обладаешь ее ментальным даром. В первые дни будет достаточно без магии представлять мои интересы. А потом мы твою магию быстренько раскроем, и до турниров я тебя уже поднатаскаю. Справишься». «Чего?» «Ну просто супер, как утешил». «Турниров?» «Каких еще турниров?» Сразу вспомнилась магическая булава, которой Сансу шарахнула. «Не бери в голову», — проигнорировал мою панику его черствость. «Запоминай, как будешь себя вести сегодня на приветственном ужине». На время засунула свою любовь спорить подальше, потому что нашла его слова разумными. «Сейчас действительно куда важнее пережить общий сбор, а там разберемся. Надо решать проблемы по мере их поступления». Его грозность сделала очередной пас рукой, и на экране появились кадры, в которых нарядные пары проходят через огромный зал и занимают места за длинным столом. «Это из хроник Академии. Запись прошлого приветственного ужина для наследников. Смотри внимательно, как ведет себя вот эта тень». Дракон ткнул пальцем в потрясающе красивую девушку, сопровождающую сурового молодого человека. Платиновая блондинка в длинном черном платье несла себя как королева, и только то, что ее плечо охватывал ремень с чехлом для ножа, как у телохранительницы, и то, что она держалась на полшага позади парня, говорила, что она в этой паре не главное. Приглядевшись, я поняла, что они там все словно напялили на лица суровые маски, будто не на ужин пришли, а на поле боя. Ну что ж, спустя минуту я поняла, что оказалась от истины недалека. Не дав дойти до конечного пункта несколько шагов, блондинке и ее хозяину преградила путь другая пара. «Аниса, ты выглядишь измученной. Твой хозяин тебя не кормит и заставляет удовлетворять его звериные аппетиты ночами напролет?» Оскалившись, спросила у тени, на которую указал Чейн, «бледная-бледная девушка с истине черными волосами». Ее спутник, такой же бледный и черноволосый, в это время делал вид, что засмотрелся на люстру. Хотя и спутник блондинки принялся деловито осматривать стену с фресками в другой стороне. «Милые Луки, не нужно так откровенно завидовать. Не моя вина, что твой хозяин вампир и плевать хотел на твои прелести. У него же только на истинную встает. А ты, увы, не она», — посочувствовала Аниса подружке. Вампирша, а по всем признакам это была именно она, фыркнула, блеснула угрожающей клыками и демонстративно отвернулась. Ее господин тоже вдруг перестал интересоваться люстрой, и пара поспешила за стол. «Да у вас тут серпентарий», — ужаснулась я. «Разумеется. Но ты улавливаешь суть. Аниса — тень Альф и Волков. Он сейчас правит одним из кланов. Луки — тень князя Замогильного. Он правитель Северного княжества вольных кровелюбов. Вампиры и оборотни терпеть друг друга не могут, но они не вступили в конфликт, отдав возможность уязвить друг друга теням. А сами продемонстрировали завидную выдержку, сделав вид, что ничего не слышали. «Дурдом», — сообщила я его грозности. «Нет, я все понимаю. Иной мир, иные правила. Но как я, по мнению принца, должна уязвлять драконьих недругов, если знать их не знаю, о слабости их и подавно?» «Что ты имеешь в виду под этим определением?» Зловеще спросил его подстрекательство к склокам. Съежившись от неприятного озноба, предвещавшего близкую панику, я так прямо свое мнение и сообщила. «Боюсь, я не очень поняла суть перебранки этих двух теней. Аниса — истинная пара этого Альфы, поэтому она уязвила вампиршу, что той не повезло. Но откуда мне знать, кто, кому и кем приходится?» В доме было тепло, но дракон зачем-то запустил в камин огненный шар и дрова, сложенные пирамидкой, вспыхнули. Думаю, он хвастался своими способностями. Ну, или меня запугивал. «Все не так, Санса. На чужое имя я поморщилась, но поправлять не стала. Смысл? Ни Аниса, ни Луки не являются истинными своих господ. Какой идиот потащит истинную в эти суровые условия?» «Да кто вас знает?» — проворчала я, наблюдая, как разгорается огонь. «Я вообще про истинные пары только в книгах читала. У нас нет таких клише». Все же хорошо, что он разжег камин. Стало уютнее, прошел озноб. Мне даже захотелось скинуть обувь, чтобы забраться на диван с ногами. «Как же вы живете?» — удивился принц. «Нет, у нас тоже не каждому выпадает счастье встретить истинную прямо сразу. Многим приходится искать веками, и далеко не все находят. Но ведь мы до последнего вздоха живем надеждой на целостность. А вы, получается, так и существуете с половинчатой душой?» Я уставилась на его грозность во все глаза. «Надо же, какой романтик!» Кто бы мог подумать? «Хорошо мы живем, и души у нас цельные!» — отрезала. Только теперь я окончательно запуталась. Чем так уязвила соперницу Аниса? Все просто. Вампиры так устроены, что физически не могут вступить в связь ни с кем, кроме истинной. Поэтому их женщинам приходится не сладко. Ничего себе, какая несправедливость! И тут дискриминация по половому признаку. «Однако...» — посочувствовала я вампиршам. «А остальные расы, получается, могут ни в чем себе не отказывать?» Именно. И, конечно, Луки позавидовала и отступила. Наверняка после ужина хозяин устроил ей разнос. Надеюсь, все было наоборот, и Луки укорила вампира за вялую писюльку, которая и сделала их проигравшими. Но дело прошлое. Мне-то к чему дракон этот момент показал? «Ясно. То есть мне на ужине надо подойти к какой-нибудь вампирше и повторить слова Анисы?» Ужаснулась я. «Не стоит. Мы, драконы, ни к кому первые с разговорами не лезем. Но всегда готовы дать отпор наглецам». Стало чуточку легче. «Но не сильно. Дело в том, что я агрессивно защищаюсь только в случае, когда обижают меня или тех, кто мне дорог, а на его грозность чейна Блада принца Буреносного мне откровенно наплевать с высокой колокольни. И как мне отстаивать его интересы? Ладно. Буду надеяться, что никто к нам в первый вечер не пристанет. Может, у них за сотню лет культура общения выросла? «Радует, что я не должна ни на кого кидаться», — похвалила я драконьи устоя. «Это всё, что я должна знать?» «Пока да. Иди переодевайся к ужину. Надень наряд для танца единства. Каждый открывающий обучение ужин заканчивается им». Я уже начала вставать, но после этих слов упала обратно на диван. «Неужели нельзя все ужасы расписать сразу? К чему эти эмоциональные качели?» «Ты издеваешься, да?» Звенящим шёпотом вопросила. «Немного», — согласился его поганость. «Мне так нравится, как ты пугаешься и ругаешься, что не могу себе отказать в удовольствии. А вообще в танце для тебя нет ничего сложного. Всю партию ведёт господин, а тень — просто воск в его руках. Так что поднимись в свою спальню, надень самое нарядное платье, теневые кинжалы и спускайся. Если управишься быстро, то успеешь посмотреть этот танец в исполнении прошлого курса. Разумеется, хотя бы мельком глянуть на танец мне хотелось совсем немного больше, чем стукнуть чейна Блада по голове. Это инстинкт самосохранения сработал. Поэтому подхватила сумки и помчалась на второй этаж. По обе стороны от лестницы нам нашлись четыре спальни. Две попроще и две явно господские. Хотя нас сейчас в доме всего двое, тут же инстинкт самосохранения подсказал мне не занимать господскую спальню. Мало ли что. И я выбрала себе подальше от самой шикарной симпатичную бледно-розовую комнату. Она к моим волосам шла больше, чем бежевая. А так в них всё было одинаково и вполне прилично. Ванная комната, туалет и гардеробная. Красота. Из мебели полутораспальная кровать, трюмо, письменный стол, стул, журнальный столик между двух кресел, прикроватная тумбочка и торшер. Пойдёт. Первым делом я отправилась в гардеробную разобрать сумки, чтобы поискать платья и клинки, о которых говорил дракон. Но у зеркала не сдержалась и притормозила. Я впервые видела себя целиком. Замерла, разглядывая отражение. Я, вернее Санса, выглядела изящно, трепетно и так прекрасно, что глаз не отвести. Я такой никогда не была. Нет, комплексами не страдала и диетами себя не изводила. Меня вполне устраивала внешность, которую я имела. Про таких, как я, говорят, кровь с молоком. Но тот образ, который я сейчас наблюдала в зеркале, заставил задуматься об абонементе в фитнес-зал и, возможно, танцевальном кружке. Однозначно, такая я нравилась себе куда больше. Полюбовалась минуты три и занялась таки делом. Теперь, когда я точно знала, как выгляжу, найти в сумках самый праздничный наряд будет проще. Распахнула баулы, а там бездонная пропасть, вешалки, бесконечные вешалки уходят вглубь. Сумки оказались какими-то пространственными колодцами. Вот и вторая моя встреча с магией состоялась.